Глава государства Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Этого события ежегодно ждут журналисты, ведь попав на мероприятие, у каждого появляется уникальный шанс задать свой вопрос. Для этого участники пресс-конференции готовятся основательно, вплоть до того, что приносят с собой музыкальные инструменты. Однако пройти в зал с дуделками и пищалками для привлечения внимания нельзя. Поэтому каждый придумывает, чем и как привлечь внимание президента. О закулисье пресс-конференции и вопросах, которые волнуют регионы, расскажет Мария Владимирова. Эта пресс-конференция главы государства Владимира Путина уже 15-я по счету. На нее аккредитовано рекордное число журналистов около 2000 человек. У каждого заглотовлено не по одному вопросу, следовательно, несколько тысяч вопросов для главы государства. Понятно, что в рамках отведенного времени на пресс-конференцию ответить на все он не сможет. Поэтому до начала мероприятия журналисты друг у друга берут интервью и спрашивают, что волнует конкретные регионы, с какими вопросами приехали сюда. За кулисье пресс-конференции похоже на одну большую съемочную площадку. Журналисты борются за каждый свободный сантиметр павильона Центра международной торговли для записи интервью, выискивая интересные плакаты или необычные костюмы. Александра Шеломцева из Нижнего Новгорода пришла с елкой. Ее вопрос касается оформления разрешения на вырубку ели к Новому году через сайт госуслуги. Чтобы сделать это сегодня, нужно потратить как минимум один рабочий день. Все делается в рабочее время, в будни. И ты, я делала так в том году, действительно потратила около шести или семи часов. Можно ли как-то упростить этот процесс? Вот такой у меня вопрос. А вот уфимские коллеги придумали для президента не один вопрос. От такого, есть ли у главы государства двойник до более серьезных. Увеличение строительства в России центров для онкобольных. В частности, речь идет о центрах ядерной медицины. Сейчас в стране таких чуть более десяти. Первый вопрос касательно ядерных центров. Центров ядерной медицины. Их в России не так много. Один из центров есть в Уфе. Но очень трудно туда попасть. Потому что из соседних регионов приезжают люди и тоже встают в очередь в центры наши. И вот хотелось бы узнать, как на федеральном уровне будут оказывать поддержку, может, в рамках нашего проекта. Тема медицины и образования, поддержки семей и людей высокого возраста, а также экологии – одни из ключевых. О мусорной реформе свой вопрос подготовили наши коллеги из Архангельска. Мы будем надеяться, что вопросы и так будут решаться, несмотря на то, что вопросы из нашего северного, северо-западного федерального округа только Ленинградская область сумела задать тоже, кстати, как раз про экологию. Но, тем не менее, будем надеяться, что у нас все будет решаться. Уже решается, и в Янмаре тем более. В центре внимания и предстоящий юбилей победы в Великой Отечественной войне. Вопрос по этой же теме и у журналиста из Ненецкого округа Ольги Крупенье. Задать его главе государства не удалось. Однако, в интервью нашему каналу корреспондент газеты «Медведь Заполярье» рассказала, что вопрос касался изменений критериев законопроекта, который глава государства внес в Госдуму об учреждении звания «Город трудовой славы». Посмотрев условия и критерии, по которым выбираются теперь города трудовой славы, мы поняли, что наши маленькие северные города, в том числе Ненецкий округ. Это и лесозавод, и рыба, которая шла на фронт, и оленина, и оленотранспортные батальоны, и служит капитана Тарасова. Конференция, которая длилась в этом году более четырех часов, и это рекорд, удалось задать 77 вопросов. В целом же, отмечают в кулуарах журналисты, итогом ежегодной пресс-конференции они довольны. Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал «Север», Москва.